АПЛОДИСМЕНТЫ Главное событие недели – ответные полуфинальные матчи европейских кубков. Теперь в каждом из кубков остались только решающие игры. С докладом Глеб Золотовский. Для Вардо после победы в четверсинальном матче над Миланом Славия не соперник. Дидье Талот в одиночку добрался до ворот гостей и со второй попытки открыл счет. 1-0. А поставил точку в матче Зидан, переигравший вратаря без всякой помощи партнера. 2-0. Бордо с Динами. Сыграв в ничью у себя дома первый матч с Барселоной, Баварии нужно было побеждать в гостях. На 40-й минуте Мехмед Шоль слева сместился в центр и сильно пробил, а Маркус Бабель успел на добивание. 1-0. После перерыва нечасто попадающий в основной состав Баварии Витичик забил второй гол в Ускитсе, ударив из-под защитника. А за две минуты до конца Иван де Лапене немного подсластил горечь поражения болельщикам Барсы. Мяч после его удара задел ногу Мюнхенца и влетел в ворота Канна. 2-1. Благодаря победам на выезде в четверсинале и полуфинале Бавария продолжает борьбу за кубок УЕФА. 1-го в мае в Мюнхене Бавария принимает Бордо. Ответ и финальный матч кубка УЕФА через две недели во Франции. После сенсационного поражения в Голландии от Канна Кинайкоса Аяксу предстояло доказывать свое превосходство в Греции. Уже на четвертой минуте Яри Литманин сравнял счет последних двух матчей. Дальше Аякс играл уже в сфере. И стоило грекам на миг оставить Литманинам без присмотра, как мяч тут же оказался в сетке ворот Кванжика. 2-0. Но на этом экзекуция Банна Кинайкоса не закончилась. Вскоре голландцы провели быструю атаку. Рональд Дебур бил в падении, а Волтер караулил отскок. 3-0. Второй год подряд Аякс в финале Лиги Чемпионов. Благодаря мастерству Джан-Луке Виале. Но еще до перерыва счет сравнялся. Капрон высоко выпрыгнул, сильно кивнул головой и мяч за линией. Ну а вторым голом посчитали добивал у Декруа. Сразу после перерыва Конто в центре поля перехватил пас Декруа, а Виале вывел Солвик в ворота. Эффектно укротив неудобную передачу. 2-1. Вскоре французы заставили ошибиться у своих ворот Ферраро. Залечивший травму Ундорам не оставил Перуцу ни единого шанса. 2-2. Ювентус добился нужного результата, несмотря на третий пропущенный гол от Рену. Благодаря победе в Турине, 2-0, Юви вышел в финал Лиги Чемпионов. В финале Аякс сыграет с Ювентусом 22 мая на его родине в Италии. Добившись ничьей в Голландии, Рапид у себя дома довольно быстро открыл счет. Янкер опередил полный штрафной, полный на 4-3 минуты. В поле Трифор Киван в руках передачу на голову Янкеру через все поле. Аж пункт перегон от Коба Дагула. Звонил. Еще в первом тайме все тот же Янкер снял все вопросы относительно победителя в полуфинале. 3-0. У Янкера закружилась голова. В первом матче в Испании Депортиво проиграл ПСЖ 0-1. Во Франции гости также не смогли забить парижана. Радченко уступил мяч Альфреда, а Монхарин попал в перекладину. На 58-й минуте Паскаль Нума выскочил из-за спины защитника и нанес удар в самый угол ворот. 1-0. Ликованию парижан не было конца. 8-го мая в брицеле финал двух кубков ПСЖ Рапиде. Таковы европейские события. В России же вступает в решающую стадию борьба за места в евротурнирах следующего сезона. Окончательно распределяется путевка после того, как будет разыгран Кубок России. Победитель выступит в Кубке Кубков. Если им станет Локомотив, Динамо или Спартак, все команды московские, то тогда шестой по итогам прошлогоднего чемпионата России клуб, это ЦСКА, получит место в Кубке УЕФА. И только в одном случае этого не произойдет, если Кубок выиграет Волгоградский ротор. Прошедшую среду армейцы сами могли решить свою судьбу, если бы выбили Волжан из розыгрыша Кубка России на четвертьфинальной стадии. О том, как этого не произошло, из Волгограда Алексей Андронов. Волгоградский четвертьфинал Кубка России самый интересный и интригующий должного ажиотажа в городе не вызвал. Анонсы матчей баскетбольного аквариуса встречались на каждом шагу, а место для рекламы Гига Роттера так и осталось свободным. Баскетбольная атмосфера подтверждалась и наличием в городе магазина с названием «Жальгерес», к спорту, однако, не имеющего никакого отношения. Позже выяснилось, что на Роттер зрители ходят и без афиш. На поле центрального стадиона уже выросла свежая травка, и оно больше не напоминает пустырь, на котором Роттер и ЦСКА играли полтора месяца назад. Ублались обеих команд, были в прекрасном настроении. И отставали от игроков и тренеров. В первую очередь, всегда щедрый на улыбке Александр Тарханов. Все значительные успехи Роттера связаны с игрой Нидергауса и Веретенникова, поэтому им перед матчем уделялось особое внимание. Армейцы будут играть в коммуникационный футбол, а мы только можем припоставить борьбу. Ну и посмотрим, игра покажет. В этой встрече решила до сезона последнего места стартующих осенью Еврокубков. Победа ЦСКА обеспечивала армейцам место в Кубке УЕФА, а Роттер при таком результате мог рассчитывать только на Кубок Интертото. Хозяева первыми создали момент, но Зернов не справился с подачей Веретенникова. Первую атаку ЦСКА неожиданно начал защитник Иванов. Герасимов пытался сбросить мяч партнеру, но из ворот вовремя выскочил Саморуков. Свой первый угловой Роттер подал лишь на 33-й минуте. Тяпушкин и Радимов не смогли как следует выбить мяч из рафной, а Иванов и вовсе отдросил его на ногу Волгоградцу. На удар Веретенникова Тяпушкин среагировать не смог. 1-0. Многие как раз и считали, что судьба матча решится в 5-й стоянии Радимова и Веретенникова. Можно ли по итогам вот этого матча говорить, что Веретенников пока сильнее Радимова? Конечно, и не только по итогам этого матча. Это в общем соперничество как ты воспринимаешь? Как дуты? Конечно. Веретенника сильнее намного. ЦСКА принял вызов Роттера посоревноваться в дальних ударах, но выстрелу Симака не хватило точности. Радимов в этом матче особенно не выделялся, и темп армейскому наступлению задавали другие. Иванов мощно пробил из-за штрафной, но Саморуков сумел вытащить мяч из угла. Вот у них есть такой футболист Веретенников. Он взял, пробил с 30-ти, попал. У нас такой у него футболист. Поэтому мы не забили, наверное. Во втором тайме Радимов стал больше участвовать в атаках. Навес на Корсакова. Остановка накалилась. Армейцы увеличили темп и создали самый опасный момент. Симак опередил Корнееца, не подпустил к мячу Герасченко, но в дальний угол не попал. Тренеры реагировали на промах по-разному, но оба были недовольны. Удар Симака оказался последним шансом ЦСКА. Беркетов бросил вперед Нидергауса, и волжский немец оказался во главе выхода трое на трое. Вместо паса на Тищенко Нидергаус решил поводить мяч. Первушин и Машкарин выступили в роли флажков, и славам Голгоградца завершился ударом подпадающего Тяпушкина. 2-0. Цель у нас одна. Не то, что одна, а главное, завоевать кубок. А это, кажется, был подэтапчик такой. Ну, хорошо, что выиграли. Я стараюсь, но не получается, что сделать. Как на поле партнерами отреагировали? Тоже же видишь, не так даже, как в прошлом году играли. Ну, мне пока счастливого никто не искал. Вот я его предупредил. Я говорю, еще будет матч такой, Владик, я тебя посажу. У меня в составе не появишься. Сегодня я провел опять такой матч, поэтому он больше не будет появляться ни в сборной России, ни в ЦСКА. На прошедшей неделе по Москве прошел слух, что участники движения русское национальное единство, в народе их называют просто баркашовцами, собираются отметить день рождения Гитлера. 21 апреля футбольным матчем, и не с кем-нибудь, а с ветеранами московского «Динамо». Несколько дней подряд нам звонили возмущенные болельщики, и вот сегодня в Совете ветеранов «Динамо» нашему корреспонденту сообщили, что в указанный день ветераны действительно играют с командой объединения «Асфальт-бетон». Как могла произойти путаница, совершенно непонятно. Неужели кому-то показалось, что баркашовцы вот так вот взяли и смешали себя с землей. Вы смотрите «Футбольный клуб». Завтра в канон несправедливо анонсированной игры ветеранов с баркашовцами начнется восьмой тур нормального чемпионата страны. В субботу две игры в Москве. В Черкизово «Спартак» принимает «Ладу», а на стадионе «Торпедо» автозаводцы сыграют с «Локомотивом». Игра наверняка будет упорной, но вот будет ли она красивой. В Питере же «Балтийское дерби». Статистики давно подметили, что команды тренеров Садырина и Ткаченко еще с союзных чемпионатов всегда обмениваются победами на своем поле. Лидер чемпионата «Алания» едет в Сочи, где, возможно, возникнут проблемы с качеством поля. Юноши из сборной России остались им недовольны в прошедшую дождливую среду, когда проводили там матч чемпионата Европы против венгров. Дмитрий Федоров как бы из гидрометцентра. Юношеская сборная России под руководством Сергея Мосягина возраст до 18-ти провела в Сочи первый матч с венграми за право выступать в финальной части чемпионата Европы. Вначале все складывалось как нельзя более удачно. На первой минуте Игорь Абдразаков и на пятой Роман Гусев сделали задел в два гола. Но венгры нисколько не растерялись. Тут же они провели атаку с левого фланга и Сидунов со Смирновым пропустили балога по центру. Вратарь Андрей Чичкин не выручил в этой ситуации 2-1. В первом тайме венгры выглядели посильнее. Еще дважды забил силе. Сначала ошиблись и защитой вратарь, а потом исключительно вратарь Чичкин. Вообще, эта позиция самая уязвимая в неплохой подбору игроков в команде. Здесь уже есть свои легионеры. Владимир Бут из Дортмундской Баруси, Эрик Корчагин из французского Сент-Этьена, Петр Сидунов из шведского Лулео. А Артем Безродный появлялся в составе «Спартака» даже в Лиге Чемпионов. Во втором тайме балог забил после очередной ошибки вратаря 2-4. 8 мая ответный матч в Будапеште и шансы «Россия» на выход в финальную часть чемпионата Европы, увы, минимальные. Может, мы не привыкли играть в такой футбол, бей-бей-гей. Но в Венгрии они тоже в этот футбол играли, как и мы на одной и той же поляне. Может, повлияли на нас первые два забитых мяча очень быстро, на первые и на пятые в минуте. Теперь о сделанности с викториной еженедельникой 7 дней. Вот ответы, правильные на вопросы от игры номер 14. Первое «Гафин» или «Гафин», не знаю, человек это или предмет. Второе слово «Ясаул». Третье слово «Федякин». И четвертое слово «Кошка». Выигрыш номер 13. Если вот у вас все это совпадает, значит, вы выиграли некоторые деньги. Для подводки к следующему нашему материалу было бы здорово, конечно, если попалось одно немецкое слово. Но используем слово «Ясаул». Оно казачье, а в Бундеслиге есть что-то от казаков. В футбольном клубе 28-й тур Бундеслиги. «Айнтрахт» дома против «Ганзе» играл в основном на контратаках. Команде определенно не хватает игровой дисциплины, а потому атаки с ударом в конце получаются лишь в разреженном игровом пространстве. «Ганзе» проще. Только за счет железного повиновения воли тренера Франка Пагельсторпа она и претендует на медали. А к поборе дозволено импровизировать в ответственные моменты. И африканец пользуется этим. 1-0. «Ганзу» хорошо в «Ганзе». А в «Айнтрахте» плохо всем. Команда стоит на вылет. Если эти угрозы снизу проигрывать нельзя, на 40-й минуте мяч отлетел к Мирку Диккауту, на долю секунды прижался к его ноге и очнулся в ворота. Решил закурить. По одной тренер «Айнтрахта» Дорогослав Степанович. Просторечие Степаныч. Но Шульженко ему не спело. На 46-й минуте с виртуозной слепой передачи Байльника забивает Зальман. 2-1. И после этого франкфуртцы не создали впереди ничего. Кроме опасного штрафного Акочи. Но это стоит отнести на счет игрока, а не команды. Собственный же «Айнтрахт» рухнул на 78-й минуте. Шнайдер бил в упор. 3-1. И «Ганза» поднимается на четвертое место. В «Гладбахе» другой аутсайдер Кёльн. Играл с местной Баруси и продержался до 45-й минуты. Когда Винков штрафной обработал мяч в стиле Виалии, пробил а-ля Смертин и открыл счет. Ответный гол Кёльна возник тоже в средстве стенки. Но, как бы это сказать, более неровный. Мяч вернулся к Янсену рикошетом на 2-0. Угар под дальнюю штангу. 1-1. И Янсен на радостях наорал на бойстер. Но на 75-й минуте буйный Кёльниц умолк надолго. Защитник Клинкер забил для своей Баруси победный мяч. 2-1. А в «Глюнхене» местные антиквары принимали последнюю команду на стиле Юрдинген и после пенальти в исполнении Мейера проигрывали 0-1. Первым взял себя в руки фото и не выпустил до конца игры. Оба Голомюхена на счету страшного на вид форварда. И не случайно кузнец ретроградной победы был признан лучшим игроком матча. 2-1. Больше хозяева не одержали ни одной победы в туре. Казерслаутерник Амбург повел после откровенного перепаса в трёх метрах от ворота. Альбертс 1-0. Расхлябанность по вороне породила невезение впереди. Чех Павел Кука демонстрировал свои лучшие качества, но голевое чутьё унюхал лишь перекладину. А во втором тайме короткий удар Куки в ближний угол парировал вратарь. Следующий шанс выпал уже Гамбургу. Вагнер остановил прорыв Салихамиджича руками, но своими объятиями помешал Бреме броситься в ноги Шперлю. Владими намерениями устан на дорогу в ад. 0-2. И отыграться уже не удастся. На 87-й минуте Кука овладел таким мячом штрафной. Вагнер сделал скидку, а Хенген сквитал один гол. Но только один. И почти до финального свистка казерслаутернцы отбирали мяч у вратаря Гамбурга Гольца. У Вердера в гостях против Сан-Пауле здорово сыграл Владимир Бесчастных. Его можно узнать по густой блондинистой шевелюре. Сперва он отправил атаку на правый фланг. Пас Ватавы. Бодо проткнул мяч дальше, а на дальней штанге его встретил Хопш. 1-0. Так закончился первый тайм. А во втором Бесчастных, как маршал Жуков, снова определил стратегическое направление атаки. После его передачи в штрафную попал Шольц. Прострелил, и защитник Труйцин взял на себя обязанности Хопша. 2-0 после автогола. На 90-й же минуте простая атака Сан-Пауле справа в центр, проход удар, и дальше борьба за отскок закончилась голом Гронау. Новобранец Сан-Пауле пытался сэкономить время, но его команда все равно проиграла. 1-2. Карл Сруя в гостях легко обыграл Фрайбург. Счет открыл мастер точечных бомбардировок Томас Хеслер за счет прыжков, добирающих роста в глазах телезрителей. Несколько минут спустя защитник Райк срезал угол и пробил, не доходя до линии штрафной. 2-0. Во втором тайме на замену у Карл Сруя вышел нападающий Шрот. Открылся штрафной и по получении паса от Тарната установил окончательный счет. 3-0. А теперь о матче с участием лидеров. Дорфинская Барусия дома не смогла ничего поделать с прогрессирующим шаги. Продолжает лечиться главный диспетчер команды Андреас Мюллер и вышел на фрумате Азамин. В самый опасный момент создал чех Патрик Верхер на 36-й минуте, когда ворвался в штрафную. Защитники спасли Вертария Лемона, а на ошибку забросился за мячом и помешал ударить франку. Нули вышли на табло до конца игры, и Дортмунд потерял важные очки на своем поле. В это же время Бавария в гостях играла самой зрелищной командой Бундестаги Штуткартом. Это и есть матч недели. Виточек уходил к перекладину уже на третьей минуте и пошло. Забивать должен был Штуткар, но вратарь Баварии Кан парировал все удары и дугообразный хук Балакова, и прямой джеб Элбера. На 26-й минуте после флангового маневра Элбер снова оказался перед воротами Кана. Но Оливер доказал лучшему бомбардиру лиги, кто в ней лучший вратарь, попутно выдав Херцогу за трещину за разгильдяйство. Третья дуэль бразильца с немцем состоялась уже при психологическом преимуществе последнего, и Элбер в открытую капитулировал. Штуткар почувствовал свою игру, если говорить об атаке, а в тылу, после серии голевых моментов, стал действовать авантюрно. Капитан Баварии Хельмер немедленно подкараулил мяч в центре, сделал паузу и тем самым сделал игру. Пас на Клинцмана, и выход Юргена 1 на 1 предполагает только одну развязку. 1-0. Штутгарт сломался. И едва не позволил Папену добить себя. Удачно сыграл вратарь Цыглер. Классный порядок. Выиграл у порядочного класса. Бавария укрепилась на первом месте, а Штутгарт будет бороться теперь только за зону УИПа. Бронза ему не светит. Дортмунд отстает на 3 очка, и даже если выиграет запасную игру, то только сравняется с мюнхенцами. Внизу ничто не поможет Юргенгену. И еще две путевки вниз разыграют 4 команды. Из них самый трудный календарь у Фортуны. Где играть со всеми лидерами. Развитие интриги в неделю в футбольном клубе. А теперь ваши телефонные звонки. Можно ли снять сюжет о том, как делается программа «Футбольный клуб»? Такой сюжет снять можно, только, наверное, и не нужно. Вот. Я уверен почти, что сам реклама никого еще не красила. Если какая-то другая передача захочет, как делается футбольный клуб, вот тогда мы с удовольствием пойдем на встречу. Правда ли, что Андрей Сметанин был связан с мафией, и поэтому заиграл в «Динамо». Я понимаю, вас пугают такие огромные габариты этого вратаря, его короткая стрижка, такая щетина. Вообще, с такими габаритами обычно идут в охрану, понимаете? А способности Андрея Сметанина, я в этом убежден, значительно превышают этот уровень, поэтому я не верю в эту информацию. Где играет Татарчук? Мне, честно говоря, неизвестно. Вот они уезжали вместе с Олегом Сергеевым в Саудовскую Аравию. Сергеев вернулся, а вот Татарчук, по-моему, нет. Но это не значит, что он там остался насовсем. У кого из российских футболистов самый сильный удар? Специальных измерений на эту тему не проводилось. Где проводят домашние матчи дубль «Спартака»? Мне удалось уточнить этот вопрос у директора «Спартаковского манежа» Михаила Целяева, и он сказал мне, что большая часть домашних матчей «Спартака» пройдет на стадионе «Алмаз». Другая часть, возможно, будет сыграна на стадионе «Искра». Вернется ли «Спартак» Василий Кульков, пока этот вопрос не поднимается. Играет ли кто-нибудь из россиян в американской футбольной лиге? Сколько мне известно, нет. Кого в межсезонье приобретает «Спартак» в межсезонье еще не скоро? Где пройдет полуфинальный матч «Спартака» с «Ротором» в Москве? Очевидно, сегодня «Локомотив», где «Спартак» проводит все свои домашние матчи. До какого года контракты со «Спартаком» у Цимбалария и Никифорова? По моей информации, они истекают в июле. Почему обзор «Бундеследи» идет под музыку «Модо» нам так просто захотелось? И где молодой игрок дубля? Коновалов. Не указано, какого дубля игрока, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. На все вопросы я сегодня ответил. Вас ждет нестандартный сюжет. После Чемпионата мира прошло уже два года, и в такие пустотные моменты как-то забываются о том, что футбол есть не только в Европе, за которым мы постоянно следим, но и на других континентах. А там происходит нечто, рождаются, формируются звезды. Вот об одной из таких звезд Тимофей Тимачев. Я прощаюсь с вами. До свидания. Играйте в футбол. Тем, кто считает, что в футболе не осталось ярких индивидуальностей, стоит взглянуть на бразильца Тулио. Футбол в его исполнении – это шоу, смех, мастерство и немного скандальности. Меня зовут Тулио, Тулио Великолепный. Я – лучший бомбардир Бразилии. Его поклонники считают, что Тулио Великолепный не может сделать ничего дурного. Но вместе с армией почитателей в футболист растет репутация забивающего скандальные мячи, что Тулио не нравится. Любой, кто меня знает, скажет вам, он вовсе не такой, считает Тулио. Я делаю так, как подсказывает мой разум, и называть это провокацией не нужно. Пляж Батафога в Рио-де-Жанейро – одно из самых чистых мест в городе. Клуб Тулио располагается именно здесь. Еще три клуба из Рио – давние соперники Фламенго, Флуминенце и Васко – находятся в других районах города, победнее и погрязнее. Многие жители района Батафога увлекаются греблей, а на пляжах, конечно, все играют в футбол. Правда, посещаемость игр местной команды за последние 20 лет сократилась просто катастрофически. Звезда Батафога закатилась после 60-х, когда закончили играть Горинча, Нилтон Сантос и Жерзиньо. Праздник на местной улице вернулся лишь в прошлом сезоне, и немалая заслуга в этом Тулио. Именно его гол в декабре принес Батафога первый для клуба титул чемпиона страны. Тулио же стал лучшим бомбардиром чемпионата. Этот трофей, конечно, трудно назвать элегантным. Но для клуба, всего за несколько лет сумевшего подняться чуть ли не из руин, он значит многое. Штаб-квартира Батафога 20 лет назад напоминала свалку и была продана одному из банков. У клуба не было денег. Новые хозяева владельцы сети супермаркетов выкупили ее и перестроили. А также соорудили новый стадион, названный именем Нилтона Сантоса. Вложили деньги в покупку новых футболистов, включая Тулио. После двух лет выступления за рубежом, он становится еще одной мировой звездой, выступающей у Батафога под седьмым номером. Майка под седьмым номером обычно принадлежала в клубе Велике, Гаренче, Жерзиньо, то есть тем, кто создавал историю команды, говорит Тулио. Я должен продолжать традицию и доставлять удовольствие болельщикам. Это статуя места сбора болельщиков Батафога. Иногда на мальчика надевают клубную майку, в которой он, как считают фанаты, символизирует превосходство Батафога над соперниками. Нынешний сезон в Бразилии разделен на две части, победитель которых сыграет между собой в финале. Тулио пока находится в группе лучших снайперов, а его основным конкурентом является нападающий Фламенго Ромарио. Тулио прирожденный бомбардир, считает трейлер Батафога Маринио Перес. На поле он не самый заметный, но при завершении атаки оказывается он всегда в нужном месте. За это мы зовем его Матадором, убийцей. Болельщики уже привыкли к нашим победам, и для них поражение это трагедия, говорит Тулио. Я же считаю, что проигрыши позволяют увидеть наши проблемы, преодолевая которые мы остаемся на вершине. В историю бразильского клубного футбола Тулио уже вошел. За два года игры в Батафога он забил уже 109 мячей в 122 играх. Следующая цель футболиста – глава мировая. Он надеется поехать на Олимпиаду в Атланту, одним из трех игроков старшего возраста, которым разрешено играть в команде. А также победить в Кубке Либертадоры. Пока Тулио забивает непредсказуемые мячи, возможно, все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok